А что вы зашли с камерой? Почему вопрос, если у вас девочки здесь? Самое интересное из этой ситуации, что девочка была в футболке Big D Club. Если что, футболка стоит около 100 тысяч рублей, и я не хотел ей дарить ее, вообще ни за что. Но я посмотрел на ее глаза и посмотрел, как мы с ней несправедливо поступили, как я ее выгнал. Я говорю, ты можешь оставить ее себе. И повторим момент из первого сезона. Я же джентльмен. Йоу, да? Поцелуй, считайте, измена, кстати. Да. Понятно. Что? Что? Не поняла. В смысле, я зашел, типа, я сразу в ноутбук начал смотреть. И что? Как? Я... Он увидел сообщение, мне Степа и Рома сказали, что произошло в Казани, ты уж определись. И Никита увидел это сообщение. И он зашел в диалог. И потом он решил идти в диалог с Тимом. Я просто не знаю, мы с Чаной еще не поговорили. Что у вас было с Чаной в Казани? Она мне сказала, что этот вопрос будет. Она же хотела не говорить вроде, нет? Всем привет! Вы находитесь на YouTube-канале XO Team Reality. И перед тем, как начать смотреть новую серию, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал XO Team Show. Это новый YouTube-канал, где будут очень веселые ролики. И там нас еще больше, Кика. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Наступает новый день. И, конечно же, куда девочки хотят пойти? Конечно же, сделать идеальные фотки на пляже, чтобы закинуть их в свой Инстаграм. Ну, в пиджаке тебе смотрится не очень. Может, ты его снимешь? Мне кажется, тебе надо снять пиджак, потому что это странно. На пляже в пиджаке. Так как вы уже знаете, все прекрасно, что Эльза не выкладывает такие откровенные фотографии. Секси. А я в этом деле как бы мастер, шарю. Ну, вы знаете, да, подписывайтесь на мой Инстаграм, кстати. Мы решили с девочками пойти пофоткаться и как-то помочь Эльзе. Потому что Эльза быть без нас это никогда не сделала. Если я сниму, то у меня будут плечи открыты. Так получишь. И что? Потом меня убьют. Мне будут писать опять все родственники. Это просто плечи. Ты даже не сиськи показываешь, а просто плечи. В отличие от некоторых. Но я уже привыкла делать такие фотографии, потому что как раз в этот день я выложила очень откровенную фотографию в Инстаграм. Это не должны видеть там мои родственники, мои родители. Типа, если бы я знала их аккаунты. Ну, блин, просто так будет намного лучше. Просто в пиджаке ужасно. Да. Все, Эльза. Ты что, тогда делала загар? Вы еще раздевать собираетесь? Да. Вот, другое дело, намного лучше. А ты можешь вот такую пачку дать? Попка была видна. Да, меня тогда сразу обратно. Просто попробуй, Эльза. Ты как девственница. Я просто почему так? Просто я, Эльза. Нет, я Эльза. Что мне писали? Прекрати дурю маяться. Как только сдохнешь, сразу в ад попадешь, если не изменишь свою жизнь. Ты же мусульманка. Что ты делаешь с идеей тех... Ага, ага. Прости за стиль. Спросишь, как мои дела расскажут новости. В общем, помните, я говорил на собрании о том, что мы будем делать фотосессии в Сочи? Да. Да. И, короче, мы подумали и решили сделать в стиле спасателей Малибу, а я такие, типа, на пляже. Это, конечно, все круто, но... Погодка как бы для спасателей Малибу. Будет погода. Ура! А это надо быть в купальниках? Вау. А? Надо быть в купальниках? Ну да. Я не буду. Я не буду дальше. Если честно, я обожаю фотосессии, но Степа сказал, что это будет немного другого характера фотки, так как я из Казахстана и у меня очень религиозная семья, мне так не разрешают. Ее папа убьет. Эльза ни в коем случае не похожа на девочку, которая легкого поведения. Сколько я знаю, Эльза, это такая строгая девчонка, которая никого к себе не подпустит. Мне кажется, отец это прекрасно понимает. Эльза, какой купальник? Мы тебя три года из Казахстана перевозили. Это правда. У меня до сих пор осталось видео, короче, где вы специально записывали видео, чтобы меня отпустили родители. Здравствуйте. Меня зовут Герман, это моя девушка Мариса. Блин, а можно посмотреть его где-то? Что это видео? Что там было? Они специально записали видео, показали дом. Мы находимся на втором этаже. Здесь спокойно может жить Эльза. Вообще, все условия для жилья отличные. Друзья такие, здравствуйте. Здравствуйте. У нас все хорошо. Честно? У нас мальчики и там. Тут живут только девочки. Когда я переезжала в Москву, моя семья думала, что я буду больше за кадром, то есть я буду продолжать помогать ребятам, как графический дизайнер. Но так получилось, что я начала вести свой тикток, и за один месяц я набрала миллион подписчиков. Следствие, это уже какая-то реклама, какие-то контракты, и ты уже не можешь оставаться за кадром. Тебе нужно показывать себя. Мой папа весьма скептически сначала к этому отнесся. Он говорил, а нельзя не показывать себя. То есть ты художник, ты рисуешь, показывай только руки, показывай только процесс. Показывай свои рисунки, зачем ты показываешь свое лицо. Эльза, ты выглядишь неуверенной? Раскрепостись. Я не уверена, когда у меня все открыто. Вообще ничего не открыто. Короче, представь, представь, здесь еще нет твоих родственников. Представь, что ты просто своими подругами фоткаешься, как это и есть. Представь, что ты не будешь их выкладывать. Представь, что ты не будешь это выкладывать. Да, давай, давай, вот, Эльза, так делай. Давай! Деньги, сучки, тачки Они липнут ко мне, будто жвачки Я бегу, бегу, ведь так много фальши Я взлечу и останусь, как раньше Деньги, сучки, тачки Они липнут ко мне, будто жвачки Супы, будто маме лад Она заплатит сверху их за то, что мне на лад Стоп! Я че... Пожалуйста! Я бачу, ты пережор. Эльза, ты бы хотела заняться с кем-то сексом? Ну, давай! Папа! Все, я отвечу? Нет, с кем? А там вообще наборчик. Ну, давай, человек. Развините? Да. Честно? Ты мне броня рует! Вы запикаете так же, как имя Пашалим? Пашалим! Непонятно! Блин, мои родители не знают, что я в Сочи Вау, вот это открытие Ну, они не смотрят истории Типа, если им скинут фото мои, то они узнают, что я в Сочи И жалко, что ты не знаешь их аккаунта. Можно было заплакать. Я так делала. Я тоже не знаю аккаунта. Мне кажется, меня убьют за эту фото. Там нечего. У меня тут открытое плечо полностью. У меня декольте. О, господи боже. Вам прочитать, что мне писали родственники? Я знаю, что если я сделаю фото в таком наряде, то сразу же мне позвонят все мои родственники. Отец, родители. Меня убьют. Что мне писали? Прекрати дурю майца. Как только сдохнешь, сразу в ад попадешь, если не изменишь свою жизнь. Ты же мусульманка. Что ты делаешь с идеей тех... С чего ты взяла, что это вообще твои родственники? Потому что они писали про моих родителей, они писали на... Так ты видишь, как тебе пишут за блокой? Это директ? Это только один человек. Вот каждый раз ему скидывают скрины, и он мне их пересылает. И видно, что это с Самсунга. Это не мой папа присылал. Типа мои скрины, мои фото. Тут у меня... А что в этой фотке? А что в этой фотке? Тут у меня взгляд. А... А... Типа развратный? Да. Эм... А что папа пишет, когда это скидывает? А он мне звонит, он мне не пишет. А вот сообщение пересланое. Эльза в Москве, Ильз Кустаная. Это пока знаем только ты и я. И если ее уже не закинули там в какие-то группы... Та-та-та-та-там... Она еще снимается... Собирается снимать видео на Ютуб. Я случайно наткнулась на ее инстаграм, и сначала ее даже не узнала. Посмотреть, с какими проститутками она там связалась. С ними... И с ними фотографируются и закидываются. Конститутки, девочки. А вы все шлюхи, кстати. Я тоже. Почему? Ну, в общем, вот как моя деда. Я это знал вчера. Я не считаю, что одежда делает из человека шлюху. Как минимум, просто сегодня мы идем с Чаной, и ей бабуля говорит... О, вырядилась! Лучше бы еще... Еще бы сильнее оделать. Я считаю, это неправильно. Короче, я предлагаю все равно сделать фото и выложить, и посмотреть, что будет. А вдруг смотри... Не, ну, может она еще и не ты. Подожди, подожди. А вдруг твой папа? Какая у меня дочь! Да! Вау! Ну и пусть тогда показывать всем. Какая красотка! Ну, возможно, ты не хочешь сделать эти фотографии, но раз мы обсуждаем эту тему, значит, она важна для тебя. Она смотрит на всех девчонок, нас. Конечно, мы там можем делать откровенные фотографии. Конечно, я сто процентов уверена, что она такая, блин, ну я тоже хочу. С другой точки зрения всегда откровенные фотографии хорошо набирает лайков. Актив сразу поднимается. Ну, ей тоже хочется, блин, сто тысяч лайков на посте иметь. Извините меня. Она мне проверена. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я, типа, самые, ну, близкие, хорошие. Я выкладывала туда фотографии, всякие такие, знаете, там, ну, жопа, все вот это. Вот. И потом, когда я только пришла в XO, я показала это Степе, и он говорит, это же офигенно, почему ты не хочешь выкладывать такое на свой основной аккаунт? И я подумала, ну, а почему бы и нет? Вот, я выложила первую фотографию, и на тот момент у меня было, наверное, где-то сто тысяч или двести, вот так вот. Но первая фотография моя, откровенная, набрала 75 тысяч лайков, ребята. И я подумала, ну, раз всем нравится, то почему бы не делать такие фотографии, и мой контент вот в Инстаграме строится как-то так. Заставь ее удалить все фотографии и ролики из интернета, и больше не пускай в Москву. Понимаешь, что твои родственники просто завидуют тому, что ты устала реально? Да, они проснулись, им было всегда все равно на то, где я, что я делаю. А вот тут вдруг у меня начало получаться. Эльс, ты выбрала фотку, которую будешь покачать? А как подпишешь? Я подпишу. Май лайф, мои рульс. Нет, реально. Май лайф, мои рульс. Май лайф, мои рульс. Май лайф, мои рульс. Я подпишу. Все. Публиковать. Давай. Да. Давайте выпьем все прям кофейком. Да. Конечно. Да, давайте. За открытые плечи. И мы не то, чтобы заставляем Эльзу. Ей это самой нравится, это видно. Ей просто нужна поддержка. И тогда она раскроется. Вы забываете, что Эльза из мусульманской семьи? Ну она же живет в доме там. Вы не забываете об этом. Ну и что? Много другое. Возьмите ты уже просто... Возьмите ты уже Дину Саева. Она мусульманка. Ну вот она... Да я не понимаю вообще Эльзу. Просто сколько можно, она вечно будет под родительским крылом. Надо когда-то сбегать и... Эльза... Ну это тоже неправильно. Всегда родители, родители. Тебе с 30 лет, 40 будет. Ты всегда родители. Ты должна когда-то своя жизнь самостоятельно появиться. Знаете, есть такая тема, типа, ты никому ничего не должен. Так как и родители тебе не должны, и ты им ничего не должен. Но вы не понимаете вес, типа, религии мусульманской? Ну смотри... Если в религии вообще нет вопросов, если в религии. Но если она сама выбрала, то она хочет это нарушить. Да, если ей самой комфортно, и если... Ну, ну, ей же нравится... Не знаю, ей же это все нравится. Если она сама хочет... Ну если честно, я очень сильно люблю свои ключицы. Я очень сильно люблю вот это вот... Мне кажется, когда такой открытый верх, это так элегантно, это так женственно. И очень красиво. И, конечно, мне бы хотелось показывать эту красоту и не скрывать ее. Ребят, ну, вы перегибаете, типа... Перегибаете? Да, это правосудие. Чо? 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 Когда я сидела за завтраком, и все начали гнать на Эльзу то, что... Вот, если ты хочешь, делай. Там, забей вообще на мнение родителей, забей на родителей. Вообще, почему ты должна их слушать? Мне не очень близко такое мировоззрение. В том плане, что я родилась в достаточно такой традиционной, такой азиатской прям семье. Если ты не слушаешься родителей, то ты считаешься плохим ребенком, невоспитанным. По моему опыту могу сказать, что вот я всегда слушалась родителей до тех пор, пока не выросла. Пока мне не исполнилось 18 лет. И могу сейчас сказать, что я не зря их слушала. И все сейчас я понимаю, что воспитание родителей мне дало очень многое. Особенно, когда я вышла в свет, грубо говоря, я умею себя вести. И когда... И то есть моя мама, она мне тоже запрещает сниматься там в купальниках. Хотя я это делаю. Прости, мам. Но сейчас я понимаю, что значит норма сняться в купальниках. А есть, знаете, такие... Есть эстетичные фотки, а есть пошлые фотки. И я вот не перехожу грань, чтобы было пошло. И это все внушила мне мама. И вот мы сидим на завтраке. И когда Даша Джекелли говорит, да пофиг забей на родителей, мне это вообще непонятно. Потому что я считаю, что родители все делают для ребенка. Я думаю, что у Эльзы нормальные родители, потому что они позволили ей поехать в Москву. Это уже очень многое. Очень о многом говорит. Мне непонятна позиция ребят. Вот, Эльза, если ты хочешь что-то делать, делай это. Если тебе комфортно, делай это. Если ты не хочешь это делать, не делай это. Все очень просто. Вот. Смотри, но не трогай, но не трогай. Она, девочка, не дотрогай, не дотрогай. Твои касания, яй-яй-яй-яй. Твои касания, яй-яй-яй-яй. Кто самый умный за этим столом? Чана. Давай, держи. Чана, поверь. Чана, поверь. Ты что? Оправданно. 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 Чана, ты умница. Я люблю тебя. Обожаю. Я очень много читала книг, изучала множество всяких штучек таких, типа психологических. И научилась разговаривать с людьми, беседовать с ними. Беседовать так, чтобы они думали, что я классная. Какие прелюди вам нравятся? О-о-о! Я бы ответила на этот вопрос. Сначала мне нравится диалог. Если разговора нет... Как дела? Ну что, забудем? Нет, честно, я вам отвечаю, если я с парнем не разговариваю, у нас не складывается диалог, с ним не о чем говорить. Это логично? Я ему не дам. Поэтому меня возбуждает диалог. Поцелуй шею. Ну и все, на этом можно закончить. А писько-трогание? Привет! Все, пожалуйста. Так, все, папа тянет. Просто он как бутон, долго раскрывается. Ой! Что я? Давай! Так нельзя. Ну говори ей, давай. Поцелуй человек... Поцелуй... Поцелуй... Поцелуй? Все, пей еще раз и все. Поцелуй страстный человек, я смею от тебя. Что? 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 Вообще мне по хуя поцелуй. Выточни у нее, выточни. Протестуют. Только можно пересчитать вопрос? Сейчас. Там справа. Нет, там написано, смотрите. Через одного справа. А, кстати, да. Вот и фото. Нет, нет, справа ехать. Через одного справа ехать. Слева. Ты тупой. Давайте. Ты готова? Давайте. Страстно, страстно. Забей, забей, не забей. Бл***ь, б***ь. Давай, давай. Давай, давай. Поцелуй Эльзы и Евы. Эльза просто человек, который никогда ничего страшного не делает, такого провокационного. И тут она такая, а давай поцелуемся. Мама, ради меня, брат. Айсадова! У меня до этого не было такого особенного опыта с девочками. Но, в принципе, я думаю, все вы видели сами. Все было прекрасно. Я бы не стала именно намеренно целоваться постоянно с девочками. Но раз было такое задание, и что лучше, поцеловаться с девочкой или выпить? Лучше поцеловаться с девочкой. Но я рада за Эльзу, потому что она как бы решилась на это и сделала первый шаг к тому, чтобы делать все, что она хочет. Я реально хочу, чтобы она была свободной. В общем, я сегодня была максимально счастлива, потому что что? Мы едем делать татуировки. Мы сидим с девочками, и Эльза, 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 ребят, Эльза говорит, а давайте набьем тройные татуировки. Я набила, Даша набила, Эльза набила. И знаете, что мы набили? Я хочу холдон набить. Но бэнг тоже клево. Да, бэнг тоже надо. Да, мне нравится тоже. У Эльзы гэнг, у меня бэнг, а у Даши холдон, ребят. И это гениально. Это реально гениально. Там надо писать именно гэнг или бэнг. Да, да, именно русскими. Какие русскими? Да. Нет, у тебя... А, все. Я считаю, что... Эльза, давай. Давай, я реально добьюсь. И Эльза сама захотела сделать себе тоже татуировку. Если что, мы тут ни при чем. Она все сама захотела. Нам не пофиг. Если что, вы меня совращаете. А еще что? Я тоже не собиралась бить татук доехать. Я тоже, я вообще не думала, что... Я вчера вообще сказала, что я осуждаю татуировки на моем теле. Я тоже. И что в итоге? Я была святым человеком до тех пор, пока я не попала. И вы сами видите, как она кайфует от этого всего, от нашей реакции. После этого реалити меня никто не видел. От того, что все окружающие в шоке. От того, что она получает столько внимания. То, что она кайфует от того, что она бунтарит, это на самом деле нормально. Когда родители тебя держат в какой-то запертии. И потом ты выпускаешься на волю. Ты всегда хочешь делать все, что тебе запрещали. Это абсолютно нормально. И очень круто, что она от этого кайфует. И очень круто, что ее окружают люди, которые правильно кайфуют. Поэтому ничего страшного, Эльца. Кайфуй. Продолжайте. Я вообще такой человек, что с детства я обожаю быть в центре внимания. Кстати, много людей. И когда выделяют именно меня, я просто кайфую от этого момента. Я хочу, чтобы всегда и везде все говорили, Эльза, Эльза, ты прекрасна. Эльза лучше всех. Я просто очень сильно к этому привыкла. Потому что даже в детстве я всегда лучше всех училась. Я занимала первые места на олимпиадах. Лучше всех рисовала. Чана, а почему тебя не было первые два дня? Ты же не с нами прилетела. Чана не была с нами первый день. И мне стало так интересно, почему она отсутствовала. Мы с ней очень хорошие друзья. И она мне даже не рассказывает, что там случилось у нее. Он сейчас сидит в столовой в отеле и перекладывает. Ну, просто, Настя. Почему? Почему просто? Ты от меня что-то скрываешь? Ну, я типа поссорилась просто с парнем и все. А, с парнем все? Это, случайно, не из-за Тима? Я решила чуть-чуть так издалека подкрасться и спросить про их отношения с Тимом. Нет. А он никак не ревнует? Типа, ну, я бы на месте парня приревновала. К кому? Ну, к Тиму. Ну, у них такие там искра, буря, безумие всегда в кадре. Не из-за Тима поссорились. Почему поссорились? Ну, просто. Ну, вы поссорились из-за ревности. С чего ты взяла? Ну, я сейчас слышу, а я просто спрашиваю. Нет, мы просто поссорились. Как обычная пара ссорится. Ну, есть же, наверное, причина какая-то. Ну, если ты не хочешь говорить, то это окей. Ну, ладно, что-то мы наехали на час. Нет, просто взяла и подумала. Sorry. Ну, реально, как бы, мне кажется, подписчики сто процентов думают, что у вас что-то с Тимом. Я не планировала набухиваться, но когда я увидела, сколько там стопок шотов, я такая остановлюсь. Моя остановочка. Деньги, сучки, тачки. Они липнут ко мне, будто жвачки. Я бегу, бегу, и так много фальши. Я взлечу, и я стану спать. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Алло. Нет. Мы с Тимом никогда не сосались. Вот что я тебе могу сказать. Я ни с кем в Казани не касалась. Вот что я тебе могу сказать. Я просто не знаю, мы с Чаной еще не поговорили. Что у вас было с Чаной в Казани? Она мне сказала, что этот вопрос будет. И вот я помню, что мы начали пить. Мы начали петь, танцевать под Моркенштерна. И потом щелчок. Мы снимаем реалити. В реалити все будет. Все, что будет, ты это все увидишь. Мне нечего от себя скрывать. Я не помню какого-то момента. И у меня уже потом момент, как я разговариваю с парнем. Я не понимаю. Ситуация абсолютно тупая. Он мне просто позвонил и начал говорить, что кто-то ему сказал, что как будто что-то произошло в Казани. Я просто хочу понять. Я хочу понять, чтобы сказать тебе, что это неправда. Потому что все, что ты сейчас говоришь, я не понимаю, о чем ты. О том, когда это произошло. О том, кто тебе сказал. Я просто понятия не имею. А я просто не понимаю, что произошло в Казани. Потому что в Казани ничего не произошло. И типа, я сейчас сидела с Машей Лилей и рассказывала о том, как я тебя сильно люблю, и ты мне звонишь и говоришь об этом. Все. Оказывается, что он увидел сообщение, как мне один из менеджеров написал сообщение. Мне Степа и Рома сказали, что произошло в Казани, ты уж определись. И Никита увидел это сообщение. Что? Тот кто-то, Тим кому-то что-то рассказал, тот кто-то рассказал еще кому-то. Это все как словно интересное передалось, но все равно, типа, когда... Ты не понимаешь, ты не понимаешь от того, что Тим ничего не мог рассказать, потому что у нас ничего с Тимом не было. Ты не можешь это понять. Что еще раз? Откуда у Никиты это сообщение? У меня ноутбук дома, и Никита что-то смотрел, что-то делал в ноутбуке, и там просто пришло оповещение из WhatsApp. Это сообщение пришло вчера, и он нажал на это сообщение, потому что... Ну, я бы тоже, если честно, нажала, потому что это очень непонятное что-то. И он зашел в диалог, и потом он решил зайти в диалог с Тимом. В смысле? Ну, я зашел, типа, я сразу ноутбук начал смотреть. И что? Как? Я хуйнял. О чем? Ну, что я в итоге на этот день мотаю, ну, типа, я не стал дальше смотреть, потому что я испугался. У нас с Тимом просто после Казани был диалог в 5 утра, что я извинялась перед ним, и я ему написала, что я не хочу разрушать нашу дружбу. И, наверное, со стороны это все выглядит так, будто у нас что-то было. Я не хочу вооружить нашу дружбу, у меня там есть парень, бла-бла-бла. На самом деле мне просто было очень стыдно за свое поведение в Казани, потому что я тогда напилась. Я просто, я ничего не люблю. Я тебя тоже очень люблю, я не понимаю, что происходит. Что у вас было в Казани? Она мне сказала, что этот вопрос будет. Она же хотела мне говорить вроде, нет? Не знаю. Ну, давай запиши. Нет, она мне спросила и сказала, что. Просто я глажу футболкой. Я просто вам расскажу. Я глажу футболку, она мне спрашивает, что у нас было с тобой в Казани. И она мне говорит, вот это тебя спросят. Я вообще не знаю, почему всплыла тема про Казань и что у нас было с Чаной в Казани. В Казани у нас сейчас абсолютно ничего не было. И это очень странно. Мы просто были очень сильно пьяны. И я контролировал все, что можно было контролировать, всех. У меня так, к сожалению, я не могу полностью отпустить ситуацию. Знаете, на любой ученике должен быть хотя бы один трезвый человек. И я хоть сквозь пьяное пространство и сознание пытался контролировать, что с Чаной у нас ничего не было. Не знаю, откуда эта информация взялась и какие там разговоры были. Я как-то в этот вечер не был замешан. Я как-то с краю, в общем, был. Я вчера в середине, под конец даже диалога с Чаной пришел, когда вы говорили, я боялся, что ты подумаешь, вдруг это типа мы для шоу что-то породные делаем. Я так и подумала. Нет. Честно, когда мне позвонили... Мне сегодня сказали, говорю, вы что гоните, но я такое никогда в жизни не сделала. Когда мне позвонил Никита и начал такое затирать, я такая... Наверное, ему кто-то из команды написал это подобное, потому что это настолько невероятно, потому что он мне говорит, мне один человек сказал, что у вас произошло в Казани. А он типа так хотят тебя вывести на чистую воду, да? Да. Тоже не знал же, получается. Но все это выглядело так, как будто это все спланировано, потому что ничего не было. Я по сей день могу сказать, что я ничего не делала такого, ну, чтобы вы во мне могли бы усомниться. Типа, это бред. Это типа какой-то полный бред. И человек, который тебе это сказал, я не знаю, кто это, но я считаю, что это просто полнейший пикбол, и все. Там что-то могла сказать Мэри Сен, или там Степа, или Рома, из серии Чана. То, что произошло в Казани, это пипец. Ты вела себя пипец. И нет никакой конкретики, и это меня загнало в какие-то такие мысли, что как будто я там себя повела очень плохо. И поэтому я сказала, что не хочу урушить нашу дружбу. И я извинялась не только перед Тимом, и перед Машей я тоже извинялась. Я извинилась перед всеми... перед всеми. А для Никиты это выглядело так, что как будто что-то было. И я его понимаю, потому что если бы я увидела подобное, я тоже подумала, что что-то было. Но ничего не было. Вот в чем вся загвоздка. Короче, ладно. Это такая дева. Ну, блин, ну бывает. Ну, а что такого? Мы просто обсуждали, что дружба, типа, дружба не мешает сексу. И секс не мешает дружбе. Но мы с Тимом целовались 4 раза. Больше. Скорее, нет, чем да. За соус, прям жестко. И Тим ко мне приставал. Ой, меня у меня парит. И он говорит, лучше от меня только к тебе, и говорю, Тим, не надо. И он такой, понял? Я же давно была. Да, это было 3 года назад, 4. Давно. 3 имена. Ну, ладно, и в прибыльном городе. И он такой, говорит, ладно, не буду. И мы сразу будут поняли, и мы теперь друзья. И как бы, типа, что бы я целовалась с Тимом, как-нибудь, все, у меня точно ничего не было. А сегодня, что 3 часа ночи. А моя дочь, на эту сапу. Да, води согласно. И хоть поворотный вкус как-то вода. Ева, мне больно желудку. Отставь мне воду. А, держи. Я знаю, как Тим ведет себя с Чаной, я знаю, как Тим ведет со мной, и знаю, как Тим ведет себя с Евой. И это абсолютно крутые, дружеские отношения, против которых я ничего не имею. Я только за, вот, топлю за пару Чана, плюс ее парень. Мне это безумно нравится. Тим, ты бы хотел встречаться с Мэри Сэн? Нет, нет, нет. А кто писал эти вопросы? Нет, тихо. Нет. Не ответил? Ответил. Давай дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА